Всем привет, с вами Нильвгорн, это игра Besiege, и я увидел в интернете такое вот забавное устройство, которое мне очень понравилось, и это что-то типа летающего змея, или как-то так. Управление у него довольно-таки, ну, хаотичное, при том, я как бы опять создал это не... ну, создал сам, но по картинке, грубо говоря. То есть именно так было скопировано, идея не моя, я не претендую, но выглядит это довольно-таки эффективно и очень симпатично на самом деле, потому что, ну, сейчас посмотрим, как это всё выглядит, и вы сами поймёте, насколько это симпатично смотрится, потому что управление такого, чтобы, как сказать, правильного, что ли, я не нашёл, потому что, честно говоря, управлять этим змеем как-то тяжеловато. Я всё-таки... ой-ой-ой... ну, сами понимаете, что произошло, просто произошло то, что аппарат задел крышу. То есть впереди вот этого устройства стоят пропеллеры, которые и дают движение такое хаотичное, ну, то есть я пытаюсь управлять, но сами знаете, понимаете, что передняя часть переворачивается, ну, и вовремя поймать нужный, нужный поворот невозможно. Но настраивать этого змея можно до бесконечности, и, честно говоря, я не представляю, как там прям, ну, на мувике было так, что прям змей прям двигался прям вперёд. Честно, не представляю, как это возможно, потому что передняя часть, она вот у меня лично, она перевешивает, и прям как её сделать так, чтобы она вот... не крутилась и держалась ровно, я, честно говоря, не знаю. Хотя, с другой стороны, я знаю уже, потому что... Так, давайте рассмотрим, из чего сделано, в принципе, тут не сложно, это блоки, которые, то есть шестерни, которые поворачиваются и... Вот, то есть вот такой и такой. По очерёдности стоит всё, то есть, как видите, здесь прямо, здесь боком, и вот здесь вот, наверное, я просто поставлю вот такую вот... Только не так вот, допустим, а вот так вот. Теперь у меня не будет крутиться вот передняя часть, а только будет поворачиваться влево или вправо. Поэтому управление, может быть, облегчится. Посмотрим сейчас, посмотрим, что из этого выйдет. Ну да, вот, всё. Вот теперь можно влево-вправо крутиться. То есть... Ух ты, классно! Теперь более-менее управление... Более-менее управление есть. Честно говоря, это... Это... Влево, вот смотрите, вправо. Отлично! Двигается он... Эх, опять. Предел карты... Попадание, то есть, до потолка. Там есть предел, в который мы врезаемся и, ну, ранимся об этой... Об этот невидимую стену. Достроить так, чтобы он... Этот змей парил на какой-то определённой высоте. Я не стал, ну, заниматься, то есть, этим. В принципе, если вам захочется, можете сами этим воспользоваться. Я, конечно же, выставлю сохранение этого змея. Болтается он, конечно, прям вообще... Управление у него хаотичное всё-таки, хаотичное, всё-таки хаотичное. Я не... Я не знаю, как его сделать так, чтобы он... Прям вот... Прям, чтобы он двигался. Прикольно. Всё равно интересно. Очень двигается так, как бы это правильно-то сказать... Красиво, что ли. Может быть, вот... Вот это вот движение всё равно классно. Мне очень понравилось, как это всё выглядит. Тут можно же также убрать вот эти... Посередине стоят противовесы. Я решил их поставить. Всё-таки думаю, ну... Хотя бы как-нибудь вес держать. И здесь, кстати, можно ещё поставить вот так. Чтобы переднюю часть хоть как-то поддерживать. Потому что она... Ну, катастрофически... Катастрофически тяжёлое. То есть вот это вот... Гл... За... А-а-а-а-а! Ой-ой-ой, я запутался. Ну, интересная. Мысль интересная и очень интересная. Я ещё раз повторю, потому что... Ммм... Забавная вещь, в общем. Как реализовать так, чтобы, в принципе, можно разобраться с весом, то есть грамотно расположить вес, потом, к примеру, поменьше поставить кучащихся моментов, вот таких вот, вот таких вот поменьше поставить, а поставить больше бокового влево-вправо, к примеру, так, чтобы, как минимум, уже, ну, кстати, кстати. Есть мысль, вот же, в принципе, можно убрать вот эти вот, так, то есть исключительно, то есть не вверх-вниз, чтобы поворачивались, а исключительно влево-вправо, тем самым я буду избегать поворота, поворота, так, сейчас, давайте не пропустим. Буду избегать, что мой змей будет поворачиваться наверх. Так, вот это тоже берем, это не нужно. Так, главное, не пропустить. Так. Сами можете дорабатывать, конечно, этого змея, просто, ну, я не смог не заметить эту идею, идея просто шикарная. Ходить, ходить, там, стрелять, очень много предметов есть для этого, а вот именно интересный полет, не какой-то здоровенная база, как вот я видел там, какие-то просто здоровые такие, с десятью винтами, платформы летающие там, под ними 20 бомб. Я понимаю, что такую платформу легче сбалансировать, но вот что-то такое интересное, мелкое и интересное, мало что есть. Давайте попробуем, может быть, вот этот вот. Ну, по крайней мере, знаете, что я могу сказать? У него как-то, ну, такое ощущение, по крайней мере, ощущение такое, что... Ха, он двигается, да, двигается, оп, оп, ну, все, опять я задел обверхушку, вот такой я сохраню момент, он более-менее, более управляемый становится, так же я вот, как я его назвал, змей, так, змея, так и выложу. Очень интересный механизм, я надеюсь, вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, и вы впервые на моем канале ставьте лайки. Конечно же, если вам понравилось, я еще пытаюсь что-нибудь найти интересное, так же у меня есть мысли сделать, у меня, ну, я хочу сделать платформу такую для несколько катапульт, ну, или баллист, как вам угодно, при том, как бы, такую, очень подвижную, так скажем. С вами был Нервгорн, всем всего хорошего, пока!